Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На недавнем голосовании большинство голосов было против Лёши Чайчица. Но его спасла Яна Шелестовская, она покинула Дом-2 вместо Лёши. Также проект покинул Александр Коршиков. А теперь расскажем про новеньких участников. Это Андрей, ему 21 год. Он профессиональный футболист из Минска. Пришел к Мэри Кулешовой. Дмитрию 25, он тренер по фитнесу, тоже из Минска. Пришел к Маше Филипповой. Маша же сказала, что парень не в её вкусе. Лиза Триандофилиди не смогла быть с дочерью 1 сентября и отвезти её в школу. У неё были съёмки. Но она не расстраивается. Девочку в школу отвёл папа. Он также занимался её подготовкой к школе. Зато я уезжала в отпуск, рассказывает Лиза, и провела целую неделю с дочкой. Мы вместе развлекались, я покупала ей подарки. Маша Кахно считает, что Иосиф Аганесян снова притягивает её в свою пару с Сашей Черно. Но Маше хватило драки и смещения позвонков, она больше не хочет лезть в их отношения. Черно шокировала интимными откровениями. Она рассказала, что когда-то работала в нечестной компании, совершила растрату, и чтобы избежать уголовной ответственности, взяла крупный кредит. Сейчас её долг перед банками превышает 2 миллиона. Также Черно рассказала, что не любит предохраняться, из-за чего уже однажды делала аборт. Майя Донцова с помощью журналистов нашла отца, которого не видела с рождения. Он оказался успешным архитектором и счастлив в новом браке. У него родилась вторая дочь. Общаться с Ириной Михайловной и с Майей мужчина не хочет. Никите Шалюкову предстоит встретиться на проекте со своей бывшей девушкой. Ребята либо воссоединятся вновь, либо поставят окончательную точку. Марина Африкантова боится знакомить Рому Капаклы со своей мамой Татьяной Владимировной. Рома же настроен серьёзно. Он уже готов познакомить Марину со своими родителями. Оля Гожиенко отдыхает на Кипре вместе со своим сыном. Они расположились в доме, который снимает её мама Ирина Агибалова. Ольга в соцсетях жалуется и высказывает недовольство отдыхом на Северном Кипре. Ей не нравятся пляжи и атмосфера в этом районе. Ирина Агибалова опубликовала фото абсолютно без фотошопа. Но многие обратили внимание на то, что на снимке у неё очень странный нос. Он какой-то незавершённый. Видимо, Ирина всё-таки обрабатывала снимок в фоторедакторе, но это у неё не получилось. Женя Кузин вернулся из отпуска. Вместе с Сашей Артёмовой и сыном Митей они ездили в Новороссийск навестить родителей Жени. Появился снимок Вики Романеца Антона Гусева, которые отдыхают на Мальдивах. На нём видно, что с фигурой у Вики очень большие проблемы. Или же она всё-таки беременна, хоть и отрицает это. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко нашли себе новое жильё в элитном районе Москвы. «Это была моя мечта», – пишет Рапунцель, – «элитный район для семьи в самый раз». На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.